Результаты алкогольных проверок в этом месяце. В петербургских магазинах нашли много интересного. Например, партии виски, премиум-класса. Вот только себестоимость его всего 40 рублей. На складах хранились тысячи тонн непонятной жидкости. В поддельных документах значилось, спирт сделан на легальном заводе. Реки контрафактного алкоголя текут и в интернете. По сказочным ценам предлагают всё. Наш корреспондент Дмитрий Копытов созвонился с бутлегерами. Дорогой пятизвёздочный коньяк. Всего за 600 рублей. И эта цена за 5 литров. Элитная водка ещё дешевле. Такими предложениями грех не воспользоваться. Звоним, заказываем. Алло. Алло. Да, а можно у вас водку заказать? У нас есть возможность, чтобы вам курьер позвонил за час. Встречу назначили в людном месте, недалеко от редакции телеканала. Стою, жду вас, споря быть. Полчаса томительного ожидания, и курьер привозит заветную канистру. Попутиться на алкоголь немного подросла. Сколько там? 650, да? 750. 750? Да, да, да. Нормально, не отравлюсь. Да нет, не заводится. Это отделение реанимации интенсивной терапии. Именно сюда поступают пациенты, отравившиеся алкоголем. Сейчас палаты переполнены. В прошлом году сюда привезли 20 человек, выпивших метанол. Шесть из них спасти не удалось. Дни имени Джанилидзе. Ежегодно поступают до полутора тысяч отравившихся алкоголем. Это больше 20% от всех пациентов в больнице. Очень часто после распития дешевых напитков пациенты оказываются в таких вот клетках. Ведут себя буйно. При поступлении в больницу в хмельном угаре некоторые не подпускают медиков. Такой аншлаг здесь всегда. Реакцию на дешевый алкоголь с неизвестными добавками предсказать невозможно. Ежедневно через отделение экстренной медицинской помощи таких пациентов ежесуточно в обычные, так сказать, будние дни проходит до 30 человек. А в праздничные и выходные дни до 60, бывает до 120, пьют всё, что горит. И поэтому пьют и стекломывающую жидкость. Купленный алкоголь мы отправили на исследование. Нюх у специалистов этой лаборатории. Отменные. Один только запах. Уже смущает. Очень неприятный аромат. Если мы предполагаем, что это водка, то, конечно, аромат, он не характерный, он не водочный. Это более такой вот спиртовый запах. Причём спирта не очень качественного. Запах резкий. Вывести водку на чистую воду с безошибочной точностью помогает вот эта умная машина. Мы образец купленной водки помещаем в специальный сосуд. Несколько минут и результаты анализа готовы. Здесь могут присутствовать какие-то другие токсичные микропримеси, которые мы не смотрели, которые мы не видим в данном анализе. То есть однозначно сказать, что данный продукт безопасен, его можно пить без вреда для здоровья, всё-таки нельзя. Нормально? Не отравлюсь? Да нет, не жалуюсь. Не отравлюсь, не отравлюсь. Если выпить эту жидкость, можно даже остаться в живых. К такому выводу пришли специалисты испытательной лаборатории. Однако покупать сомнительный спирт в таких канистрах, пусть даже по очень привлекательной цене, они не рекомендуют. Ведь здесь лотерея в лучшем случае. С утра может наступить тяжёлое похмелье, в худшем можно оказаться на кладбище. Дмитрий Копытов, Степень защиты.